В эфире телеканала ЖТСОН Новости. В студии для вас работает Айнор Мирханова. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Водный баланс. Помощь поливодам Куксузского района увеличит мощность местная плотина. Работа на опережение. Специалисты из Кельдинской райбольницы, которая проходит реконструкцию, готовятся ко второй волне коронавируса. Как говорится, на всякий пожарный. Звоните, разберемся. В помощь населению для получения госуслуг в электронном формате работает горячая линия. Впервые за 57 лет Куксузская плотина проходит реконструкцию. Проект предусматривает укрепление гидротехнического сооружения, строительство новых домов и диспетчерского пункта для персонала. На эти цели из госбюджета выделено 515 миллионов тенге. Новая плотина будет более прочной и качественной. По завершению всех работ увеличится пропускная мощность. Учитывая, что вода из реки Куксу идет в три района области, гидротехническое сооружение охватывает около 17 тысяч гектаров, хотя по факту должно обеспечивать водой более 20 тысяч. В настоящее время территория сооружения благоустраивается и готовится к предстоящему капитальному ремонту. У нас пока сдерживает окончание сезона полива, потому что мы в данный момент не можем оставить крестьянское хозяйство без воды. По завершении сезона полива, когда можно будет воду отвезти от магистральных каналов право-бережного, лево-бережного, соответственно, уже непосредственно гидротехническая часть начнется, то есть само сооружение. Для уменьшения, как можно, ну, как минимизации потерь воды, мы в бетонные лотки выставляем канал. Канал вода идет не по земле уже, в смысле, по бетону. Капитальный ремонт плотины реализуется по программе «Дорожная карта занятости». Всего на работу будет привлечено 100 человек. Больше половины из них трудоустроят через центры занятости. На данный момент на объекте работает более 40 человек. По программе «Дорожная карта занятости-2020» в нашем районе в этом году реализуется 26 проектов. Мы планируем создать около 657 рабочих мест. В данный момент мы более 300 человек по 26 объектам трудоустроили. Один из них – реконструкция Коксусской плотины. Объект начался в мае месяце и планируется окончание в конце года, в декабрь месяце. Важно сказать, проектом предусмотрен новый диспетчерский пункт – 4-4-комнатного дома для обслуживающего персонала, баня и детская площадка. Важен постоянный контроль, отмечают специалисты. Ремонт с дополнениями. В начале октября текущего года завершится капитальный ремонт центральной больницы Искельдинского района. Однако, как разъяснили специалисты, это не просто ремонт, а реконструкция, причем на опережение. И уже если мировые эксперты ожидают вторую волну коронавируса, то персонал Искельдинской больницы заявляет, что готов бороться за жизнь и здоровье своих пациентов во всеоружии. Районная больница Искельдинского района существует уже полвека. Обслуживает медучреждение свыше 50 тысяч жителей района. В здании функционирует реанимация, роддом, есть детское терапевтическое и хирургическое отделение. Ремонт учреждению нужен был давно. Наконец, в 2019 году по программе АОЛ Ельбис ИГ началась реконструкция. И уже в ходе работы учтены некоторые факторы, которые необходимы к борьбе с вирусными заболеваниями в период пандемии. Все необходимые медикаменты, медицинские изделия все уже подготовлены. До конца года, можно сказать, у нас запасы есть. Все медицинские работники подготовлены, все проходят обучение. Сейчас мы начинаем уже плановую госпитализацию пациентам, оказание медицинской помощи и реабилитацию, которую перенесли коронавирусную пневмонию. Напомним, в связи с капитальным ремонтом центральной больницы в период пандемии провизорный центр для населения района был развернут в селе Бактыбай на 90 коек. В пик распространения вирусной инфекции за жизнь пациента в нем боролись свыше 70 медицинских работников. По инициативе руководства региона в знак благодарности за их неоценимый труд при въезде на территорию Эскельдинского района установлено пять билбордов с изображением врачей-героев, кто счел главным приоритетом своей жизни следовать клятве Гиппократа. В данный момент мы сейчас, можно сказать, переживаем и пережили эту пандемию. И сейчас, как всем известно, на передовой находятся наши врачи многоуважаемые данные. Хотелось бы им выразить свою благодарность в их нелегком труде. То, что мы сделали, это самое малое, то, что мы можем сделать, но тем не менее выражаем благодарность нашим врачам Эскельдинского района. С начала вспышки коронавирусной инфекции в провизорном центре Эскельдинского района успешно пролечились почти 500 пациентов. 18 августа в связи с ненадобностью центр был законсервирован. Айнур Мирханова, Жаик Курмамбаев, телеканал ЖТСУ из Эскельдинского района. Ставка на молодежь. 30% в составе масляхата всех уровней должны составлять молодые граждане страны. Такую задачу ставит региональный филиал парки Нур-Атан на предстоящем праймеризе. На сегодняшний день количество парней и девушек в масляхатах не превышает 1%. Чтобы кардинально исправить ситуацию, фракция большинства проводит активную агитационную работу среди молодых людей. В настоящее время на участие во внутрипартийных выборах в Алматинской области зарегистрировано более 170 парней и девушек. В целом молодежное крыло партии ждут значительные изменения. В сентябре должен состояться онлайн-съезд Жас-Отана. Предполагается, что участники мероприятия утвердят проект Жастар-Отанга. В данном проекте определены важнейшие направления работы с молодежью, говорят нур-атановцы. В рамках данной программы мы будем совместно с управлением образования, а также с нашими молодежными организациями создавать механизмы по улучшению качества образования. Мы планируем в рамках данной программы уменьшить безработицу среди молодежи таким образом, что будем обучать их бизнесу. Допустим, в прошлом году по программе Жас-Каспкер прошли обучение более 1400 молодежи. А также по программе бизнес-постов такая же цифра, это 1450 человек прошли обучение. Это, конечно, не очень много, но мы намерены повышать данную цифру и в дальнейшем. Межэтническая толерантность на законодательном уровне. Сегодня в Алматинской области прошла онлайн-конференция Ассамблеи народов Казахстана, посвященная Дню Конституции. В ней приняли участие представители всех структурных подразделений Института дружбы, члены секретариата этнокультурных объединений, Советов матерей и общественного согласия, а также молодежь. Как было отмечено в рамках дистанционной встречи, именно основной закон, принятый 25 лет назад, закрепил основы государственной политики в сфере межэтнических отношений. Сегодня Конституция и законодательство РК гарантируют равные права и возможности всем жителям нашей страны, вне зависимости от этнической принадлежности. Согласно основному закону нашей страны, главной ценностью являются человек и его достоинства. И подрастающие поколения должны это помнить, а также хранить и соблюдать главные принципы Конституции. С этой целью Ассамблеи народов Казахстана в Матинской области проводится Неделя Конституции. В рамках недели Атазан Апталага, то есть Неделя Конституции, проводится челлендж среди этнокультурных объединений. Они передают друг другу эстафету о ценностях Конституции, о необходимости соблюдения конституционных прав человека. И также у нас в этой неделе проводятся онлайн-конференции, встречи, консультации с участием известных активных медиаторов области. Звоните и вам помогут. Более 50 тысяч житинсусцев уже получают государственные услуги посредством мобильных приложений. Такие удобства стали доступны населению после регистрации в базе мобильных граждан. А помощь в быстром получении госуслуг в электронном формате оказывают консультанты колл-центра 1414 и мобильное предложение МГОВ. Оказать онлайн-услугу гражданам, сэкономив при этом один из ценнейших ресурсов человечества – время. С такой целью и созданы колл-центры, где только по Алматинской области задействованы в консультативной помощи 77 подготовленных работников. Ранее операторам были выделены лишь считанные места в централизованных учреждениях. С началом пандемии увеличился спрос на их службу, что и поспособствовало открытию офисов в разных уголках региона. С установлением карантинного режима в колл-центр поступало свыше 3000 звонков в день. Как только эпидемиологическая ситуация в стране ослабла, наплыв звонков сократился до 3000 звонков в неделю. За последние пять месяцев увеличилась электронная грамотность населения. В связи со сложившейся ситуацией в стране народ приноровился к приобретению всевозможных справок и необходимой документации через портал ИГОВ. В этом на своем опыте убедилась Карлыгаш Джансиитова. Ежедневно за консультацией к ней обращаются около 150 жителей. В основном граждане звонят, чтобы зарегистрировать свои иные свои телефоны в базе мобильных граждан. Также очень часто консультируются по вопросам получения электронных справок, например, таких как получение справки с тубдиспансера, с наркологического диспансера и с психологического диспансера. По словам работников, в центрах обслуживания населения оказывают в общей сложности 700 услуг. Только 106 из них требуют посещения специализированного учреждения. Остальная информация или услуга доступны людям в электронном варианте. Один из монголов, Амирюет Кадрбай-Казы, Нуржан Муканов, телеканал ЧТСУ. Казахстан и Россия подписали соглашение о поставке вакцины от коронавируса. Как сообщается на сайте главы казахстанского правительства, стороны подписали соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и СК Формация. Согласно этому документу, российская вакцина, которая на данный момент является единственной вакциной от COVID в мире, будет поставлена в Казахстан после того, как пройдет все стадии испытаний. В Алматы разоблачили фальшивомонетчиков. В ходе проверочных мероприятий установлено, что этим занимались группа лиц. Так, при обыске квартиры, оборудованной под цех по изготовлению фальшивых денежных средств, были обнаружены изиатый ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с краской и цифровые файлы с рисунками купюр номиналом 10 тысяч тенге. Сбытчика фальшивых денег уже осудили. По приговору суда обвиняемые признаны виновными по статье 231 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Одному из организаторов подпольного цеха назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, другому 3 года и 6 месяцев. Более 100 килограммов наркотиков изято у жителя Жамбылской области. Выявить правонарушение удалось в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Карасура-2020». Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области совместно с военнослужащими Национальной гвардии задержан 30-летний мужчина. У него обнаружено около 62 килограммов высушенной марихуаны и более 40 килограммов стеблей конопли. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Шуского района. На данный момент ведется досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. От младшего поколения старшему в рамках программы «Апгрейд» жаслоелевцы оказывают помощь нуждающимся по всей стране. В этот раз они пришли на выручку пожилой талдыкурганки. Запустевшие дом и двор обретут новую жизнь стараниями небезучастной молодежи. Подробнее расскажет Рустам Оралбаев. Сегодня команда «Жаслоел» помогла Нурбану Тулевовой в нелегком для нее деле. Прополоть и полить огород, наколоть дров на зиму. Словом, привести хозяйство в порядок. Трудолюбивая молодежь города оказала посильную помощь, желая делать добрые дела. Я не одинока. У меня шестеро детей, но прямо сейчас мне помочь некому. Я уже не молода. Когда организация «Жаслоел» предложила помощь, я с радостью согласилась. Я благодарна молодежи за то, что в это непростое время они оказывают помощь пожилым людям. Большое им за это спасибо. Подобных акций, направленных на помощь окружающим, по республике около сотни. Они берут свое начало с момента создания организации «Жаслоел». Ержанов Нурбол уже не первый месяц состоит в команде, помогающей облагораживать дома, дворы и наш город. На этом земельном участке они покрасили дом, убрали мусор, заготовили дров, полили и пропололи огород. Мне нравится помогать людям. Я считаю это важным и полезным делом. Рассказывает он. Сегодня организация «Жаслоел» в рамках программы «Апгрейд» помогает восстановлением дома, а именно покраской дома, облагораживанием и уборкой территории. Цель этой программы заключается в помощи пожилым людям, одиноким и также ветеранам войны. Этим самым мы хотим призвать всех неравнодушных людей помогать этим людям и присоединиться в нашу команду. Физический труд красит человека, особенно если он направлен на помощь окружающим. Команда организации «Жаслоел» как нельзя лучше соответствует этим словам. Любая помощь, которую может оказать их команда, непременно оказывается нуждающимся людям. Именно такая молодежь – будущее нашей страны. Трудолюбивая и отзывчивая. Рустам Аралбаев, Нурбек Журмбаев, телеканал «ЗИЦУ». Электронные устройства уже стали неотемлемой частью процесса обучения. Но в условиях пандемии они стали важнейшим элементом повышения уровня знаний. Многие школьники сегодня вынуждены учиться дистанционно. Однако не у всех есть такая возможность. Вопрос обсуждался на уровне руководства области. К его решению привлекаются как бюджетные средства, так и помощь меценатов. 95 тысяч гаджетов будут розданы учащимся на начало нового учебного года. Профсоюз работников образования и науки – одна из первых ласточек. Раздача электронных помощников началась в рамках акции «Дорога в школу». На безвозмездной основе школьникам переданы смартфоны и другие принадлежности для обучения в дистанционном режиме. Не забывают организаторы акции и об учителях. В связи с тем, что учеба будет проходить в дистанционном формате, детям оказана материальная помощь в виде смартфонов, роутеров, а также канцелярских товаров на общую сумму полтора миллиона тенге. Такие акции будут проведены во всех наших филиалах, в периодичных профсоюзных организациях. Кроме того, в преддверии нового учебного года нами была оказана финансовая помощь нашим учителям, которые будут работать в дистанционном формате для приобретения компьютеров и ноутбуков. С областного бюджета было выделено полтора миллиона тенге на приобретение оргтехники. В американском Висконсине сотни людей вышли на улицы в знак протеста после того, как полицейские при задержании выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. Протесты в городе Киноша переросли в беспорядки, а губернатор штата объявил в чрезвычайное положение. По данным местной пожарной службы, за последние сутки произошло 34 пожара, 30 зданий были повреждены. На африканском континенте полностью искоренили полиомиелит, который может приводить к параличию и смерти. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения «Передает Евроньюз». Победа над опасным вирусным инфекционным заболеванием потребовала значительных финансовых усилий, предпринятых в последние годы. Напомним, эта вакцина в середине 60-х годов привела к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до 5 лет. По меньшей мере, 70 человек стали жертвами наводнения, вызванного ливнями в провинции Парван на востоке Афганистана. Местные СМИ сообщают, что большая часть пострадавших – это женщины и дети. Некоторые из них из-за стихии оказались запертыми в домах. Наводнение произошло около 3 часов утра по местному времени. Власти провинции не исправляются с ситуацией, поэтому призвали на помощь правительственные службы. Стало известно, когда и где пройдет чемпионат Казахстана по баскетболу. Матчи третьего тура состоятся в середине сентября в городе Щучинск. Мужская и женская команды Алматинской области СДСШ по этому случаю активизировали тренировки. Также женская сборная примет участие в молодежном чемпионате, который запланирован осенью. Пока что итоги всех соревнований таковы. Мужская сборная заняла четвертую позицию в турнирной таблице с отставанием от ближайших соперников всего на одну очко. Женская баскетбольная команда Семеречья успешно встала на первое место в национальной лиге группы «Б». Прорывом года стала первая победа на первенстве страны до 21 года. Алматинская область завоевала Кубок Казахстана в молодежном чемпионате. Тренирующий процесс, как с начала пандемии, в принципе, мы не заканчивали. Конечно, мы не стали тренироваться в залах, но также продолжили тренировки на улице. В принципе, чуть-чуть в усиленном темпе. Команда наших девочек именно Дюсша по игровым видам спорта, они готовятся именно физически. Прошли уже ФУП, сейчас оздоровительные прошли. Ну, команда готова. Ну, в принципе, я думаю, к следующему сезону Алматинская область, в принципе, подойдет в хорошей физической форме. 75 спортсменов успешно закончили областную специализированную школу-интернат Колледж Олимпийского резерва. На предстоящий новый учебный год объявлен набор детей по шести видам спорта. Это бокс, крикоримская и вольная борьба, дзюдо, белая и тяжелая атлетика. На данный момент уже зачислено около 60 юных спортсменов. Отбор идет по целому ряду критериев. Выигранные соревнования и их уровень, наличие звания мастера спорта, разряда и многое другое. По словам специалистов, претендентов на зачисление в этом году стало больше. Значительно вырос и уровень молодых атлетов. Наши дети, которые 75 учеников, которые закончили школу, они все входят в основном, в большом количестве входят в состав национальной сборной, сборной областей, области нашей. И выступают за такие клубы, как футбольный клуб ЖТСУ, волейбольный клуб ЖТСУ. Наши дети только призеры или чемпионы. Поэтому мы сейчас такую планку себе поставили и будем дальше идти, чтобы такие результаты у нас оставались. Такими событиями был насыщен сегодняшний день. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова